здравствуйте в эфире телеканал айтон тв программа тема дня меня зовут александр гурарья пожалуйста подписывайтесь на наши каналы в ю тубе кто еще не подписался подключайтесь к нашему телеграмму комментируйте ставьте лайки задавайте вопросы мы постараемся в наших программах на них ответить то сочетом можем помочь каналу там вот есть две кнопочки супер спасибо или стать спонсором мы благодарны за любую помощь ну а сейчас мы поговорим о ситуации на фронтах израиля точнее об угрозах с которыми столкнулся израиль в этой войне угроза без угрозы лета беспилотных летательных аппаратов или дроны о котором вроде бы израиль был готов потому что все понимали что и у хамаса и тем более у хизбаллы такие дроны имеются иран позаботился о том чтобы они ни в чем себе не отказывали но тем не менее когда война началась и когда пошла серия атак особенно из ливана беспилотных аппаратов мы поняли что израиль не готов оказался к этим дронам и тем не менее украина уже два года находится в состоянии войны два года отражает атаки беспилотников и дронов иранского производства российского производства и пришло время очевидно в какой-то степени изучить этот опыт и поговорить с людьми которые в этом разбираются я с удовольствием представляю гостей нашей студии это юрий костин тюк инженер специалист по электронной автоматики летательных аппаратов юрий здравствуйте добрый день и борис герман соучредитель исполнитель директор компании шмайсер украина борис здравствуйте добрый вечер добрый вечер итак господа беспилотники или дроны что это такое как с ними бороться как научилась украина с ними бороться и чем украина может помочь израилю в этом вопросе давайте я начну смотрите беспилотники или дроны они делятся по средам использования то есть есть водные подводные на воздушные и наземные значит та война которая в нас получается с русскими это вот на нас напали она сначала шла традиционными методами и задачами потом мы поняли что у нас не хватает ресурсов отражать такие массированные на таки на протяжении 1200 километровой зоны сегодняшних боев это не 10 не 50 и не 100 километров и сами люди то есть и военнослужащие значит применили такой креативный подход и начали использовать их пивай дроны с при с прикрученными обычными фиксаторами пластиковыми к ним боеприпасами различных видов для различной техники эти пивай дроны на пяти километровой дистанции достаточно успешно применяются до сих пор причем все возрастающих количествах то есть сегодня уже украина может производить до 4 миллионов дронов в год значит в принципе эти дроны применяются в окопной борьбе и в отражении атак бронетанковых колонн причем они отличаются друг от друга размерами предназначением управлением методами управления и за эти два года методом пробе ошибок значит было замечаем уже выработаны определенные технические решения решения по связи решение по навигации были применены космические технологии и вплоть до нашего любимого технологии маска который устанавливается на дронах бомбящих минами позиции были применены термитные смеси которые выжигают эти позиции и прожигают танки сверху то есть если сначала танки определенно мы убивали обычными головками рпг так сейчас эти ребята начали на эти танки наваривать мангалы огромные такие делать амбарные танки такие которые стрелять особо может только вперед но зато его тяжело пробить дроном вот так тогда к ним применили термит и теперь этот танк сгорает прямо у себя в гараже вместе с ним ну что термит дает 2000 градусов горения 2000 градусов прожигает любыми там это как бы и здесь постоянно мы наблюдаем борьбу щита и меча то есть мы придумываем что-то новое они придумывают что-то новое но так идет развитие всей военной промышленности на протяжении столетий если не тысячелетия ну да и все это вот как бы в динамике дает какой-то результат значит почему потому что израильская например война на несколько другая все таки та армия которая противостоит израилю она больше всего стреляет ракетами сейчас они начали заниматься небольшими дронами которые вы не способны обнаруживать почему потому что ваше обнаружение не рассловано на современных технологиях на нашей войне например передавая очень тяжело используют радарные установки потому что ровно через пять минут туда прилетает ракета или накрывает эту радарную установку артиллерией и поэтому стандартные радарные установки которые применяются во всей западной техники даже на современных лазерных установках 50 киловаттных которые ездят на бтр и убивают все что видят они сразу накрывается эскандером то есть любой источник рэп его обнаружил и накрыл эскандером и никто не успевает даже квахнуть поэтому сейчас начинают развиваться технологии других физических свойств берут лидары вешают этот лидар значит лидар это то устройство с которым тесла ли ездит по городу это лазерный радар вы имеете ввиду тесла вот это беспилотная так называемая беспилотная тесла оценивает ситуацию на основе отражения лазерного луча это называется лидар он есть разных личностей и когда-то в советское время когда американцы запустили первые невидимки невидимки f-35 и сказали что их невозможно никак только это вряд ли было f-35 это стелс и нет f-35 появились технология стелс но это были не f-35 да и вот тогда начали с космоса спутником просто с помощью лидара прочитывать читать небо и лидар показывал силуэт этого самолета что он движется сверху сейчас тоже значит есть у нас беспилотники которые барражируют на приличной высоте там стоят ретрансляторы и ставят лидары для того чтобы обнаруживать цель и все остальное не обнаруживать себя и подобная техника желательно будет внедряться сейчас в те же пулеметные расчеты которые сейчас работают такие шахеды которые летают летают к нам больших количествах сейчас они сбиваются примитивным образом то есть ставится расчет из четырех или двух пулеметов максим успешненько заливает да я слышал эту историю максим это наверно по по музеям да по складам пособирали не по складам у нас их много на складах то есть это вот те которые батька махну с которыми скакал на тачанках не может может быть чуть новее ну то есть вот причем самое интересное что в это в это движение очень хорошо влились женские экипажи они ездят на этих вот пикапах с пристроенными пулеметами применяется дшк там применяется 50 и американские там все что есть под руками все туда применяется вот я правильно понимаю что вы выставляете эти пулеметные расчеты они выставляются на определенные позиции потому что вы в общем то знаете откуда летят эти шахеды они летят с одного направления нет нет не совсем так русские что же не идиоты для того чтобы понять откуда они летят на украине взяли мобильные телефоны поставили их на вот поставили их на местники то есть на местные дома там или куда-то поставили их на вышки мобильной связи и просто открыли канал звуков и теперь когда с определенных микрофонов начинается жужжание летит этот мотороллер значит уже в центре управления в тупе таком да мы знаем откуда он летит потому что мы его слышим мы знаем с какого микрофона мы его слышим и по системе триангуляции мы спокойненько себе выясняем кто это что это и примерно как он летит потому что по мощности звука понятно и высота то есть это и количество потому что они же не все одинаково жужжат значит и вот они раскинули в израиле такое было бы замечательно сделать на берегу поставить буйки где-то там в трех километровой зоне или в двух в море поставить на все гостиницы на все здания на крышах поставить такие микрофоны создать такую сеть через мобильную сеть и вы тогда услышите его это это для тех кто жужжит если это будет электричка тут нужны уже не даже не радары потому что эта штука пластиковая в основном вы радарами и не возьмете там нужно уже по посты визуального наблюдения за этим за всем это как одна часть и лидары как вторая часть то есть обычные лидары с теслой можно скрутить поставить и все видеть на экране их надо их надо эти лидары поставить тоже на беспилотники которые будут баражировать это в этом случае это это вы можете делать если вы точно знаете не знаете откуда он летит если вы знаете что он будет лететь со стороны моря он берет сектор где-то 60 градусов да значит или 90 и вы просто ставите по сектор на его вдоль берега и он все равно это все пока рис понимаете в чем дело у нас проблема в том что у нас они могут лететь с любой стороны у нас те которые летят из ливана из сирии они летят с севера причем некоторые тоже огибают и заходят со стороны моря те которые летят из емена они летят со стороны моря на и те которые немногочисленные которые летят из ирака они летят значит тоже с они летят как бы с другой стороны да то есть через иорданию там если облетают иорданию если орданцы их не сбивают поэтому у нас получается практически со всех фронтов со всех сторон у нас тоже еще еще и с емена я забыл а с емена они летят с у нас было предложение значит взять аэростат и вот эти эти погоду которые считывают и на этот аэростат просто привязать к земле поднять его на приличную высоту на его место там подвесить под него аппаратуру обнаружения значит и естественно питать ее с земли так как у вас погода в основном хорошая но то есть нету какого-то то можно и но хочу повесить они большие много-то оборудования подымают и тихо спокойненько себе их туда-сюда тасовать у нас такие аэростаты висят над димоны над ядерным реактором димоны окей но они же висят для того чтобы защищать ядерный реактор но их же можно чтобы они все защищали после 10 себе на этом деле тоже то есть понимаете проблема в том что данная война у вас высокотехнологическая очень армия с очень недешевым оборудованием а вы сталкиваетесь с тараканами да то есть которые размножаются немеримых количествах и немеримых тут без дуста ничего не будет без дуста как говорится из пушки по воробьям ну как это не соответствует железный купол стрелять по этим беспилотникам да у нас летают эти кукурузники як-52 но у нас вертолеты этим занимаются это сильно дорого вот значит летают и уничтожают тоже эти беспилотники его не просто уничтожить вот мы сейчас работаем с одной группой они уничтожают эти беспилотники другими беспилотниками то есть они их таранят просто тупо и все догоняют их особенно те которые наблюдают в небе они просто находят этих по звуку находят где они летят подлетают находят их конкретно и просто их таранят сейчас они просят чтобы начать их стрелять русские уже придумали такую штуку они сделали значит два выстрела 30-го калибра и дробью с выстрелом в обратную сторону то есть чтобы компенсировать отдачу то есть одновременно он стреляет и вперед и назад получается импульсы как бы сами себя съедают и сам летательный аппарат остается на крыле значит сейчас наши тоже вот мы тоже проектируем такие вещи для того чтобы сбивать вот это все почему потому что шахет невозможно сбить крыло он пластиковые там происходит отверстие и он летит дальше у него есть три уязвимых вещи голов попередная часть там где взрывный динамит у него айлероны которые руководят полетом и винт деревянный вид это три уязвимые точки и по-другому его сбить невозможно его может только на него сесть или просто в него в таранится врезаться и все но с точки зрения того чтобы была стоит там до 10 тысяч долларов а ракета стоит до миллиона так можно эти вы пыла таранить его каждые 15 секунд то есть это будет все равно выгоднее выгоднее дешевле да только это в разы дешевле тем более что в принципе начиналось это все с того что эти все бы пыла покупали на китае на алиэкспрессе да да это было такое да русские тоже это покупают на алиэкспрессе на алибаби то есть здесь ничего нового нету сейчас у нас разворачивается очень большая вот я могу прислать материалы вам пришли чтобы разместили очень большая линейка различнейших бпл а самолетного типа приличнейшая линейка бпл а вертолетного типа есть бпл а вот эти квадрокоптерного типа там октокоптеры которые даже на себе несут для правильной ориентации по цели они несут на себе старлинк и они ориентируются по старлинку ими уже никто не управляет начали применять искусственный интеллект начали применять интеграцию с другими видами войск родами войск вот юрий может об этом рассказать достаточно подробно и намного лучше чем я чтобы дайте давайте давайте дадим ему слово да юрий пожалуйста я хотел бы кратко рассказать просто саму суть использования дронов то есть начнем с того что сам по себе дрон это ну грубо говоря ни о чем как бы на сегодняшний день в украине как бы разрабатывается и выпускаются комплексы комплекс скажем так стоимость дрона в этом комплексе составляет всего-навсего 30 процентов почему потому что управление дроном просто так оно не эффективно плюс все дроны имеют четкую спецификацию то есть есть четкое разделение то есть есть тактические дроны которые работают на глубину до 25 километров есть оперативно-тактические которые работают на глубину до 60 километров более уже на дальние дистанции это уже не дрон это уже так называемое фиксированное крыло то есть это самолетик который выполняет он работает уже с двс-ным либо с реактивным двигателем значит опять же выполняемая задача то ли это фпи дрон камикадзе то ли это дрон многоразовый который бомбер который выполняет конкретные задачи самое эффективное это использовано несколько типов дронов то есть разрабатывается боевой сценарий боевая миссия которая производит которая позволяет эффективно использовать дрон не просто как расходный материал а как систему в рамках работы системы в этом плане есть определенные свои сложности использование нескольких дронов одновременно для произведения каких-то действий есть технические нюансы они заключаются в том что дроны работают на той же той же частоте если два дрона выпускаются как бы в небо на одной частоте они просто давят один другом значит для эффективности вот та же fpv это принципе ну скажем так баражирующий припас который может использоваться только одноразово значит почему потому что на нем взводится боевой заряд и он уже либо он находит цель ее атакует либо он просто сам по себе падает вот и все для для того чтобы это все эффективно использовать используется так называемый дрон-ретранслятор который идет на большой высоте который эффективен против вражеских средств электронной борьбы потому что средства электронной борьбы они имеют ограничения по высоте по ширине как бы захвата поэтому те дроны которые находятся на большой высоте они недосягаемые для электронных средств борьбы но в то же время то есть дрон на большой высоте может уже за счет программного обеспечения индифицировать цель и после этого только атакуются теми дронами которые используются как баражирующий припас то есть это получается крайне эффективно второй момент который в чем определяется эффективность использования таких систем это электронная система управления боем что это значит то есть как бы ну скажем так одно про это подразделение которое используют дроны это не очень эффективно почему потому что должны контролироваться соседи которые находятся справа слева иначе то есть скажем дроны не имеют опознавания свой-чужой поэтому можно легко сбить свои дроны позиции рядышком находится поэтому здесь нужно рассматривать для эффективного применения нужно использовать разные типы дронов объединенные в одну систему вот в чем как бы основа основное отличие борис затронул здесь вопрос борьбы с беспилотниками разными методами но я скажу такую ситуацию что на сегодняшний день в украине исходя из практики реальных боев все-таки самое эффективное получается физическое уничтожение дронов то есть это автоматическое оружие которое как бы то есть те самые тачанки с пулеметами максим ну скажем а максимах все вот такие высокие технологии все это классно все здорово но самое эффективное это вот все таки на данный момент это самое эффективное это физическое уничтожение дрона почему потому что та же станция рэп есть нюансы в чем то есть ну практически нету станции электронной борьбы которые производят автоматическое определение частот вы можете выставить там там станцию рэп да окопный рэп там на определенную частоту но дрон может лететь на другой частоте и она крайне неэффективна поэтому физическое уничтожение дрона является многократно эффективнее чем уничтожение с помощью средств электронной борьбы да они безусловно нужны они отыгрывают свою определенную роль но более эффективно это физическое уничтожение суть в том что я же объяснил это четкая специализация дрона для выполнения конкретной миссии то есть использование дронов в комплексе то есть это разведка это наведение на цель это уничтожение цели то есть это три этапа которые осуществляются разными экипажами но в комплексе вот эти вещи являются самыми основными для для повышения эффективности работы дрона как поэтому давайте вернемся к физическому уничтожению борис говорил что у него есть какие-то разработки которые вы сейчас активно так сказать внедряете в жизнь да есть конечно мы сейчас модернизируем старую добрую ракетницу нашли способы то есть секундочку это вот который комбат вставал значит из окопа имел за собой да 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 такой красный огонь да все поселили по зеленому свистку все бегут вперед называется обычно три зеленых свистка значит мы сделали модернизацию делаем ее делаем модернизированные выстрелы значит и что это значит ну то есть мы увеличили количество поражающих элементов сделали послойное их качество то есть мы сделали так чтобы этот дрон поражался на высоте до 200 метров и впивать дрон значит и там было где-то метров двадцать тридцать пятно поражения по кругу и мощность выстрела мы увеличили где-то до десяти раз но хорошо это это все равно вот ракетница такая вот ручная как были она ручная да это как большой пистолет а как попасть в него с такой вот с такого ручного пистолета но он этот дрон и впивай который уничтожает личный состав он обычно на него летит чтобы уничтожить есть дроны которые делают скиды так вот для того чтобы тот который летит и тот который делает скидой надо что он не делает скиды не выше двухсот метров обычно есть те которые снайперы которые полкилометра стреляют но обычно ветер им сильно мешает это делать точно значит и а так как солдаты ни одной армии пока не имеет никакого эффективного оружия для самообороны от этих жужжащих мух значит применяются всякие дробовики очень много всего люди придумывают сами по себе на фронте значит нас попросили что-то подумать по этому поводу но тут стоит какая ситуация человек который стреляет он же должен себе руку не поломать кисть до при выстреле и выстрел должен быть достаточно эффективный для того чтобы уничтожить эту штуку значит но мне еще надо попасть потому что это не так просто и не попасть они же те которые управляют они же видят что в них стреляют они же пытаются уйти от выстрела операторы вот и мы сейчас делаем специальные выстрелы которые будут ну как бы повышать шансы их уничтожения при атаке и естественно такое же ставить на бронетехнику круговыми значит ну что это будет трубка в трубке будет специальные патроны которые могут по кругу стрелять и тоже накрывать куполом техник любую и гражданскую и военную в Израиле есть что-то подобное значит снаряд который летит навстречу снаряду когда летит рпг в танк да это называется на иврите это называется мейль рох переводе на русский язык это называется ветровка то есть это система защиты танков который выстреливает навстречу когда идет действительно рпг она выстреливает и его сбивает единственная проблема в этом заключается в том что эту систему ее например нельзя установить не на танка вот скажем просто там вот где-то там на военной базе и так далее потому что она когда это выстреливает то и попадает в этот летящий дни рпг то все это взрывается поэтому если ты не сидишь в танке а находишься снаружи то ты попадаешь под поражающие факторы этого взрыва не так в этом случае тоже такое возможно но но дело в том что если ты в сам взрыв попадаешь так от тебя остаются одни воспоминания а так могут оставаться легкие ранения но смысл человек выживает в этом случае и так как скажем масса боевой части вот этого дрона на неизмеримо меньше чем масса боевой части рпг там значит происходили даже той же гранаты которые не кидают единственная большая проблема это конечно так называемые дроны баба яга которые скидывают 82 мины они заряжаются восьми или шестью 82 минами и бомбят просто тупо бомбят посадки если не у нас если не у них ничего уникального в этом нету они очень быстро учатся значит сейчас начали делать вот эти дроны матки то есть вот такое бы пола крыло такое летит на большое расстояние у него прикреплены пару вот таких их пивай дронов которые имеют уже машинное зрение и самонаведение на цель то есть сейчас уже есть такие разработки которые грузятся значит в это дело и когда дрон впивай дрон спускается запускается и спускается с этой матки он сам находит цель и сам ее поражает ему не надо ничего говорить он полностью автономно работает то есть это как как ракета-носитель да вот когда она взлетает если ракета-носитель а есть сам значит это самый сам спутник ну да это как несущий как бомбардировщик так он уже несет не бомбу а он несет вот такие пивай дроны а он тоже одноразовый он возвращается на базу нет он может вернуться а может быть нет все зависит от цели и задачи тут же это ж каждая миссия разрабатывается отдельно конечно если бы их было немереное количество множество то есть на такой фронт как у нас как может быть там было бы это все более ну вот используется так сейчас выпускают через ночь по 200 таких крыльев выпускают по россии бомбят им заводы бомбят им склады оружия этими дронами есть уже сейчас крыло которое летит две с половиной тысячи километров ну вот есть крылья которые понимаете это будет развиваться как когда-то развивалась авиация вот это точно так же как был развивалась она как бы повторяет историю развития авиации только в гораздо более краткие сроки да и гораздо более быстро все это происходит но зависимости от цели и задач потому что если раньше был летали бомбардировщики скоб он так потом звеньями значит и это тоже но у них были целые задачи зависимости от цели и задачи это тоже будет также развиваться естественно миниатюризация электроники всех этих датчиков и камер тепловых и всех остальных позволяет это как бы помещать более маленькие размеры на более маленький летательный аппарат но есть ограничения по погоде потому что этот аппарат еще долететь должен его еще ветром снести не должно то есть очень много всяких у нас погода все-таки немножко суровее да это верно но я бы хотел все-таки борис вернуться к именно в защите от беспилотных потому что нам сейчас вот самое главное это защита вот юрий скажите а вы украине не думают о разработке лазерного оружия вот в израиле как бы по идее у нас оно готово и уже были испытания в том числе кстати были боевые испытания то есть во время так сказать в условиях не максимально приближенных к боевым а в боевых но тем не менее это лазерное оружие у нас по крайней мере поступит только в середине двадцать пятого года не раньше уже так сказать полностью войска то есть что вы думаете об этом способно ли решить лазерное оружие решить вопрос защиты от брона от любых ну естественно лазерное оружие может быть крайне эффективным но есть одно но как бы это сложность техническая как бы в изготовлении такого лазера дорогостоящий подготовка специалистов для использования подобного высокотехнологических изделий а в армии то есть на сегодняшний день самая эффективность самая большая эффективность это тех вещей которые во первых имеют копеечную стоимость во вторых могут мгновенно масштабироваться и выпускаться в нужном количестве почему потому что любая разработка самая технологичная самая современная продвинутая в единичном экземпляре она не стоит ничего то есть нужно необходимо создать конвейер то есть и сделать наиболее дешевое потому что армия война это очень дорогая вещь на поэтому здесь эффективность определяется стоимостью и возможностью быстрого масштабирования с лазерной установкой такое быстро не получится то есть во первых ее сложно технологически изготовить то есть большая компонентная база которая может быть не заступна высокотехнологичное производство плюс определенное техническое обучение персонала то есть все это занимает и поэтому эффективность такой установки я думаю что будет крайне мало она может защищать какие-то объекты типа димоновского реактора это да пожалуйста но проблема в том что вот мы начинали идут у нас разработки есть ошибка в этом лазерном оружии и она эта ошибка чисто технологического плана которые за границей вот эти разработчики они как бы уперлись в одну схему идет не дай бог не надо им другая не дай бог а что в том что лазерное оружие должно быть одноразового выстрела то есть у вас должно быть в лазерной рпг который вы можете оставлять лазерный кристалл например рубина оставлять и как головку излучающий лазер один нашить снимать а к ней прикручивать как вот в рпг оставляется ракета да ну выстрел прикручивать сзади следующую следующие скажем трубу к которой будет генерироваться лучевая энергия химическим методом и у вас получается не перегревается лазер во вторых достаточно то есть сам руби не перегревается потому что в вашем лазерном оружии есть такая проблема как перегревание рубина прикрывание самого кристалла и поэтому там стоит вертушка на 6 кристаллов каждый новый выстрел меняется кристалл и тот охлаждается а в этом случае пехота будет иметь рпг лазерный рпг то есть у него будет такая труба как глень или как муха да такая обычная и эта труба будет иметь головку саму в которой находится весь цимус да и иметь вот эту трубу которая там присоединяется значит на дело прокручивается и он стреляет этим лазерным лучом который может быть невидимого диапазона даже но что это позволяет прежде всего это позволяет сбивать высокоскоростные низколетящие воздушные цели вертолеты например это позволяет сбивать на приличном расстоянии танки потому что танк эта штука прожигает и он взрывается быка у него но белый комплект вертолеты сегодняшние вот мы столкнулись с тем что русские вертолеты научились находить источники излучения игл вот этих пзрк и стингеров и они успевают довернуть пушку у них тридцатки там две стоят ярыгина и успевают уничтожить этот расчет этой пушкой до того как она ведется эта ракета они летят по 2 по 2 машины и одна другую охраняет и сейчас стоит вопрос о том что надо изобретать оружие других физических значит свойств да и характеристик которые применяют другие минут например лазерное оружие но лазерное оружие надо делать многоразовую головку которая присоединяется именно устройство химическое устройство которое дает лучевую энергию накачивающий этот лазер все это происходит одну восьму восьму в одну петасекунду то есть одна стотысячная секунды это все происходит даже человек не успевает понять что это произошло значит но это позволяет получить носимое оружие такого класса насколько я знаю борис извините что я вас прибиваю насколько я знаю вот лазерная пушка которая значит будет поставлена на вооружение в Израиле пока что не стоит вопрос о переносном комплексе вот который вы сейчас описываете а это будут именно стационарные которые будут в первую очередь защищать военные базы и так далее и основная проблема вот сейчас с которой столкнулись наши при войне с хизбаллой это противотанковые ракеты они запускают с близкого расстояния противотанковые ракеты по военную базу и эту противотанковую ракету тем более она идет там по складкам местности ее там вообще практически невозможно сбить и вот из-за этих противотанковых ракет когда ее опускают в танк то там идет отстрел вот этой самой защитной системы миелировых ветровкой она ее убивает но когда это противотанковая ракета летит например военную базу или летит там какую-то другую машину или бронетранспортер то там возникает серьезная проблема и вот эти вот лазерные есть система но еще раз повторяю эта система устанавливается только на бронемашинах если ее установить на так сказать на базе то она во время выстрела она поубивает всех вокруг сама система я же можно установить вдалеке от базы не обязательно да но ты не знаешь откуда лететь ну короче говоря вот эта проблема с которой собственно вот она будет основной которую должна решить вот на первых порах вот эта лазерная система именно вот борьба с противотанками ракетами которые запускаются не по танкам но в нашем случае просто искандер прилетит и эту систему размолотит в одну секунду потому что она не мобильная ее неважно выстрелить а вот против искандера там стоит другая система в этом весь смысл понимаете то есть у нас многоярусная система многослойная вот она как бы одна охраняет другую ну вот это серьезная проблема чтобы вам на все хватило потому что сегодня у русских например сколько там сто тысяч искандеров на складах у вас есть сто тысяч ракет против искандеров нету у вас этих искандеров вас пока не обстреливают вот лазерная система в этом случае поможет да но поможет наверное скажем так если она будет стоять все таки сверху выстрела во вторых можно все таки сделать то что я когда-то вот на вашей передаче рассказывал о салютах а так таким дробовых да это тоже может помочь против этих ракет тоже ну чего нет но просто там наведение должно быть про по звуку у нас был когда-то такая система в советское время делалась которая ставила на тоже на бронетранспортеры и она микрофоном определяла и выстрелила на навстречу взрывом выстреливала навстречу снаряду причем любому и танковому снаряду и рпг там и все что такое она сбивала это все даже подкалиберные сбивала но опять-таки это борьба считая меча да это понятно а юрий скажите а вот не было ли у вас как каких-то контактов вот у вас и вас борис вот с израильскими военными то есть вот по поводу какой-то кооперации мы знаем что вот год назад даже больше года назад представили министерства обороны украины предлагали израилю какие-то совместные так сказать разработка совместных способов байды борьбы с дронами если какие-то сдвиги сейчас александр к сожалению этой информации я не знаю то есть прямых таких отношений контактов не было и предложений принципе наверное это было бы интересно и эффективно для обеих сторон но такой информации мне неизвестно такой информации да я извиняюсь что перебью дело в том что скажем так на нас израильские генералы и все остальные должностные лица смотрят как боги солимпа на каких-то вот непонятно движущихся муравьях под этими ногами то есть настолько вот это раздутое эго их невозначимости но сейчас это эго постепенно по этому эгу бьют дубинкой причем довольно сильно и никто не уволен никто не наказан точно один единственный человек который ушел в это начальник военной разведки порядочный один все остальное надо не бить надо гнать сраной метлой потому что они зря жрут свой хлеб они ничего не умеют они умеют только ходить и показывать какие они важные гуси так вот гусей на шкварке потому что потому что на войне вот те дети которых посылают сейчас на войну и которых убивают их не родители плачут над гилами это это вот как только один был убит этот гусь должен уйти в отставку потому что у него нету морального права смотреть в глаза родителям он никто он допустил до этого так собрались люди в газе как в доме и по ним свой же танковый с выстрелил то руководил танком кто давал команду на выстрел кто туда людей послал и сказал что там свои блин эти люди должны быть не расстреляны по законам военного времени потому что дети потеряли жизнь а ведь твари которые это все допустили везде не потеряли они зарплату получают борис я ни в коем случае не хочу никого оправдывать и выступать в данном случае адвокатом дьявола но дело в том что к сожалению если взять статистику статистика штука жесткая вот подобные случаи встречи случаются на любой войне это было и во время войны в афганистане это было при любых войнах война в ираке когда американцы там воевали то есть вот подобного случая так сказать дружественный огонь как его цинично называют к сожалению это случается никто за это не отвечает понимаете а честь офицера уже давно потеряно за доллар ну все ну то есть и поэтому это все становится но скажем так то очень плохо пахнет потому что престиж армии престиж страны этапа так как израиль себя позиционирует как воины света так они хотя бы друг друга не должны убивать ну то есть если вы воины света поэтому за линии очень это печально да конечно это страшная история когда тем более гибнут от своего собственного от своего собственного оружия от дружесканого огня это это очень тяжело эти люди не выступили по телевизору и не попросили прощения понимаете нет вот если вот тот случай борис который вот вы конкретно говорите когда израильский танк выстрелил и попал в этот самое здание в котором находились солдаты наши там действительно там в ужасном состоянии сам командир танка он там просто ужасного то есть его состояние но он не знал его его не поставили в известность что то есть не было информации что там находится соседнее подразделение но представьте вот эти ребята которые произвели этот выстрел как они с этим живут теперь и как будут жить окей знаете когда-то в советское время был такой дзержинский он всегда говорил одну интересную фразу что каждое действие имеет имя фамилия отчество так вот кто-то их не поставил в известность да понимает и этот кто-то не извинился перед родителями хотя бы перед ними я не говорю уже на телевидении сказал что вот я да я извините вот я значит ну то есть как что он там для себя примет дальше это неважно но это показывает то что армия теряет честь и достоинство из-за определенных офицеров которые ее не имеют вот ну кстати вот последний случай с беспилотником который поразил военную базу попал в общем то в столовую там где находились солдаты и вот были погибшие и раненые к сожалению то есть это было запущено два беспилотника то есть на фоне на фоне выстрелов на фоне ракетной атаки были запущен два беспилотника и что интересно армия говорит что они видели они видели эти оба беспилотника они их вели один сбили а второй не потеряли и вот катастрофа это заключается в том что операторы пришли к выводу что скорее всего этот беспилотник разбился то есть они не удостоверились и вот из-за этого собственно они а ну разбился и все сейчас у нас здорово изменены вообще правила и инструкции то есть теперь считается что определить что беспилотник разбился можно только после того как будет получено доказательство что он разбился в противном случае его надо искать но это времени не хватит беспилотник летит достаточно быстро там надо времени было достаточно там надо ставить в море ставить эти вот стражевые катера которые они стоят нет корабли стоят в море корабли стоят раки раки ракеты то они сбивали он когда летели эти баллистика то они же сбивали ну так поставьте в море вы лодки с пулеметами максим ну какой вариант еще и тем более что если они они вам кидают туда электрические дроны а не бензиновые то есть теплового шведа нету и звукового тоже только визуальный это надо только чтобы вот вас девочки наблюдатели которых захватили на юге да и они же наблюдатели за стеной были чтобы туда не лазили вот так то же самое поставить наблюдатели как они плетают во вторых у вас куча молодежи которые летают на вот этих вот парапланах на этих крыльях пусть они летают со смыслом пусть они дежурят я но парапланы это немножко юрий юрий усмыхнулся когда услышал про парапланы конечно это немножко а а как вы считаете как можно защититься какой эффективный способ простой и эффективный ну вот кроме физического уничтожения дронов самым привитивным самым тиражируемым припасом то есть все другое ну скажем не эффективно вообще не эффективно это чисто физическое уничтожение вот дрона при визуальном контакте больше остальное что что-либо эффективно более эффективно ничего нет а где-то напомните во время еще второй мировой войны были так называемые шапнели то есть ну собственно это было еще и в войне с наполеоном да это фактически физическое уничтожение это просто припас это припас который как-то типа шапнель который взрывает большое количество поражающих элементов к сожалению он не не может работать на большие дистанции то есть это максимально наверное сто двадцать метров не более то есть все что далее это так называемый умный припас это уже достаточно сложная конструкция которая там путем определения цели то есть она производится подрыв уже этого припаса непосредственно при подлете к цели то есть тогда да дистанция увеличивается значительно но это уже немножко другого класса оружия технологически она уже другое то есть это уже надо определенная методика обучения для того чтобы люди эффективно использовали такое оружие это фактически зенитки вот у нас кстати тоже сняли со складов повытаскивали зенитки которые использовались в израиле в 70-80 годы тех войнах именно вот эти скоросредные зенитки их сейчас вот применяют для борьбы с дронами то есть их там пытаются подключить к ним радары то есть чтобы уж не совсем вот так вот а зачем rain metal уже давно сделал на украину поставили у меня где-то тут рядом такая штука стоит 20 20 миллиметровая зенитка которая дает радар стоит и он дает сигнал и при вылете снаряда программируется высота где он должен разорваться прямо при вылете снаряда и они очень хорошо тут шарашут эти дроны немецкая уже готовая вам скину я вот специально нашел ее фотографию там ничего даже придумывать не надо вы можете просто такую взять с ними за подписать контракт или изготавливать их прямо в израиль но там стволы у них можно покупать германии потому что там они уже ну все и боеприпас можно тоже наладить ничего там сложного боеприпасе нет вот но опять-таки это займет время потому что любая война это время поэтому если бы если бы вот тогда когда украинские силовики обращались к израилю с предложением значит совместно разрабатывать и совместно бороться с этим если бы наши тогда горды не отмахнулись да вот то может быть сейчас уже было бы какие-то решения которые подошли бы да но как говорится история не терпится сослагательного наклонения господа спасибо большое спасибо я напоминаю что мы беседовали с юрием косинчуком инженером специалистом по электронной автоматике летательных аппаратов и борисом германом соучредителем исполнительным директором компании шмайсер украина спасибо вам большое и всего доброго до свидания до свидания до свидания